Портал деталей Главные новости Израиля и мира Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа разбор полетов Сегодня веду я Михаил Горин Мои собеседники израильские журналисты Марк Котлярский и Марк Корин Коллеги я вас приветствую Приветствую Ну что ситуация на севере становится все хуже или лучше Тут как посмотреть Но в любом случае противостояние Израиля с Избалой продолжается Избалла обстреливает практически весь север Иногда даже пытается достать до центра Израиля Израиль атакует десятки и сотни объектов Хизбаллы И я хочу сразу оговориться Что мы записываем эту программу 26 числа в четверг И ситуация меняется не то что ежедневно Она меняется ежечасно И вполне возможно что военная ситуация изменится к тому времени Когда этот сюжет выйдет в эфир Итак Политические новости Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон Обнародовали в ночь на 26 сентября Совместное заявление в котором призывают к немедленному прекращению огня Между Израилем и Ливаном На 21 день Считается что вот этого времени Будет достаточно чтобы Дипломаты Сумели добиться какого-то Продвижения и прогресса Чтобы прекратить противостояние Это заявление двух президентов Поддержала Австралия Канада, Евросоюз, Германия Италия, Япония, Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты И Катар Израиль официально не отреагировал На эту инициативу Есть ссылка Со ссылкой на некий Высокопоставленный источник в Иерусалиме Следующая фраза Переговоры будут под огнем Каждый может трактовать Как он хочет Это высказывание Что касается Кто этот источник Непонятно Но обычно Этим высокопоставленным источником Является сам глава правительства Скажите пожалуйста На ваш взгляд Правильная ли эта позиция Что переговоры будут под огнем Или действительно Если Хизбалла тоже согласится Надо остановиться На вот срок Который предлагают Два президента Чтобы дать Возможным дипломатам Добиться каких-то результатов Или же нет Это надо продолжать В таком же духе И вообще Можно ли в этой ситуации Что-либо Ожидать Чего-либо От дипломатов Марк Атлерский Спасибо Что начали с меня Это приятно Я так сказать Хочу Напомнить Что мы Между прочим Еще и записываем Эту программу В преддверии Еврейского праздника Рошашана Так что Так сказать Не лишне было бы Поздравить наших слушателей У нас их много И я очень рад Что кстати Что наши программы Вот где мы С Марком Аронычем Гориным Вдвоем Вот обсуждаем Вызывает достаточно Живейный интерес Несмотря на порой Разницу в позициях Но это нормально На мой взгляд Теперь скажу Значит Теперь по поводу того Что ты спрашиваешь Значит Мне кажется Прежде чем отвечать Мне кажется Прав был Кто-то из глав Местных советов На севере Который сказал То есть Когда поступила Информация Об этом предложении Кстати Информация Что значит Информация О предложении О заявлении Насколько я Вот незадолго Буквально до программы Миш Когда мы ее записывали Я познакомился С текстом Где было написано Что информация Была опубликована Об этом деле О франко-американском Предложении Только на одном канале А именно На британском Телеканале Sky News Это было опубликовано Вчера ночью Когда уже было Объявление сделано Сегодня Оно было повторено То есть Только Sky News Дал Вот эту информацию О том Что есть Предложение Провести Перемирие Заключить перемирие Сроком на 21 день И в этот В этот период Как бы решить Те проблемы Которые существуют В отношениях Между двумя сторонами Я возвращаюсь Я возвращаюсь К этому главе Совета Одного из местных Советов Севера Который сказал Обращаясь к тем же К тому же Макрону К тому же Байдену Совершенно Справедливо Целый год Начиная с 8 октября Хизбалла Не переставая Обстреливала Израиль И вдруг Когда Израиль Поменял В какой-то степени Тактику Перешел от оборонительной К наступательной Вдруг Они проснулись Как была у Шукшина Ну Марик Помнит это В отличие от многих А поутру Они проснулись Знаменитая пьеса Так вот Они поутру Проснулись И выступили С этим заявлением А давайте Ребята Мы жить дружно И решим Этот вопрос Дипломатическим путем Минуточку Но по итогам Второй Ливанской войны 2006 года Была принята Соответствующая Декларация Резолюция ООН За номером 1701 Которая говорила О том Прежде всего И главное Говорила о том Что Хизбалла Должна отойти За так называемую Речку Литани То есть Как бы Выполнить эту резолюцию И тем самым Создать некую Буферную зону Которая гарантировала бы Каким-то образом Мирное существование Двух сторон Тем не менее Хизбалла Эту резолюцию Мягко говоря Растоптала А грубо говоря Вообще Ее не собиралось Даже придерживаться Значит Сегодня же Было очень много Кстати Комментариев По поводу Принятия этого решения Но даже представители Оппозиции Скажем Такие Как Яир Лапид Напустим Сказал Что Он принимает Частично Эту Инициативу То есть Он говорит 21 день Слишком много Это даст Возможность Сказал Лапид Я его цитирую Это даст Возможность Хизбалле Перегруппироваться И в конце концов Мы потом опять Начнем Сначала Максимум Что можно дать Это 7 Обратите внимание Что даже Такой Человек Радикально Левый Глава Новой Этой партии Левый Демократов Как объединивший Партию Мелец И партию Вода Как Яир Голан Бывший генерал Кстати И тот Считает Что Это соглашение Никуда не годится И Боевые действия Ни в коем случае Не стоит Прекращать Гидон Сар Также Один из лидеров Оппозиции И Зея Феркин Входящий в его партию Также заявили о том Что они не принимают Это соглашение И это соглашение Феркина грамота Которая никому не поможет Главы местных советов Эксперты Которые поддерживали Нитаниягу Значит Мэри Северных городов Которые всегда стояли На стороне Нитаниягу Заявили Открыто Выступили Заявлением Что они Обращаются К Нитаниягу С просьбой Не прислушиваются К этому предложению Потому что Это предложение Ровным счетом Ничего не даст И все усилия Которые ЦААЛ Принимал Предпринимал Для того Чтобы вернуть Спокойствие В города Севера Они в результате Пойдут крахом И поэтому И поэтому Сказали Они Даже мы Будучи сторонниками Премьера И сторонниками Партии Рикут Мы отказываемся Верить в то Что Нитаниягу Готов пойти На это соглашение И так сказать Скажем Согласиться На перемирие В 21 день Потому что Оно ни к чему В результате Не приведет Оно Не эффективно Оно Ничего Не дает Израилю Кроме Проигрыша Кроме того Что Израиль Откатится На Прочие позиции Была еще Другая точка Зрения Этого форума Семей Заложников Пропавших Без вести Которые считают Что Соглашение Если подписывать То только В Увязке С ситуацией С сектором газа Чтобы не забывать Заложников И один из пунктов Этого соглашения Говорят Представители форума Должно быть Обязательно Указано На то Что Это соглашение Будет подписано При условии Освобождения Заложников Из сектора газа Вот такой Спектр Мнений Которые существуют Сегодня Вокруг Вот этого Мифического Соглашения Еще раз повторяю Из канцелярии Премьер-министра С борта уже Самолета Мы знаем Что Нитальяго Отправился Сегодня ночью В 3 часа ночи Вылетел в Нью-Йорк Для выступления На Генассамблее ООН Было сказано Что Нитальяго Даже не отреагировал На французско-американское Предложение И таким образом Оно никакой роли Не играет А армия обороны Израиля Продолжит Свои наступательные действия Спасибо Марк Горин Тебе слово Пожалуйста Я только Очень короткую Справку Я Иргован Не просто Бывший генерал Как сказал Мой Уважаемый Дорогой Оппонент Командующий По-моему Северным Военным Угром Не изменяет Заместитель Начальника Генерального Штаба Как ни странно При его Убежениях Левых Любимец Поселенческого Движения Потому что Очень Боевой Форме Защищал Поселенческого Собои Защищал Поселенцев От террора И герой 7 октября Лично Вмешался В происходящее Лично Как мало кто В тот день Будучи уже Немолодым Человек Ночью Это короткая Справка Просто к слову Раку Пожалуйста Поскольку Я во всем В остальном С Марком Полностью Согласен Я позволю себе Какое-то Из Выделенного Мне времени Потратить На историко-литературный Экскурс Кажется 1 мая Или Внешт 1 На 2 45 Года В очередной Раз Немцам Предложили Как-то Остановить Сопротивление В Берлине На что Немцы Ответили По-моему Генерал Комендант Берлина Скажем Надо обсудить Условия Переговоров Он Ответил Никаких Переговоров Никаких Условий Только Безоговорочная Капитуляция Насколько я Помню Комендант Берлина Застрелился Переговоров Крылок Ты серый Я приятель Серый И волчь Я давно О натуру Знаю И потому Обычный Мой такой С волками Иначе не делать Мировой Как сердце Скоро с них Долой Сказал И тот же Выпустил На волку Гонщик А теперь По существу Я постараюсь Быть коротким Тем более Я с Марком Подвис Согласен Но тем не менее По существу Так Переговоры Подогнем Да Переговоры Подогнем Значит Надо Понять Чего мы Конкретно Хотим Переговоры Это Это не цель Это средство Средство Их не цель Наша цель Полностью Обезопасить Свой север По возможности Уничтожить Военный потенциал Кезбал В первую очередь Обезопасить Север Вернуть Наших граждан Домой Все Гарантированно Безопасно Поэтому Переговоры Вот Наши условия Известные Известные Последники Очень серьезные Соединенные Штаты Франция Личное Руководство Этих Стран Великих Держав Следов Совета Безопасности Передать Наши условия Полный Вывод Любых Боевых Сил Соответственно С резолюцией ООН Мы встречаем Резолюцию Семнадцать Соли Один Который Варик Кроме ООН Начало Вывода То есть Мы продолжаем Военные Действия Если Если Они Начинают Вывод Вывод Войск Мы Останавливаем Если Они Начинают Вывод Войск Мы Останавливаем И начинаем Переговоры По Ух Техническим Подробностям Если Пока Они Начинают Вывод Боевиков И тем Более Ракетной Техники Из Южного Ливана До Реки Литания То Мы Дружаем Военные Действия В тех Планах Нашего Генерального Расштаба Который Работает Со Своими Планами И решением Политического Руководства Начинаем Вывод Войск Мы Останавливаем Военные Действия Да И Начинаем Переговоры Я понимаю Что Сейчас Не Свой Пятый Год И Разговоры Миров Более Символические Но Смысл Должен Быть Тоньше Вы Начинаете Вывод Войск Жуков Остановил Огонь Когда Немцы Вывесили Белый Флаг И Дал 15 Минут На Так Сказать То Чтобы Войти Из Под Огня Остановил Огонь Вот Мы Остановим Огонь В тот Момент Когда Начнется Вывод Войск И Начнем Переговоры Понятно Не больше Не меньше Не раньше Не на Не на Час Под гарантией Глав Великий Держав Который Выступил Это Ее Предложитель Да Спасибо Я хочу Простите Полсекунды Если Можно В этом Утиматуме Учесть Давление Кизбалы Оно У нее Есть Безусловно На Хамас По поводу Освобождения Заложников Под Те же Принципы Есть Какой-то Шанс Этого Добиться То Это Безусловно Надо Вот Это Предложение Которое Мы Обсуждали От Президентов США И Франции Оно О нем Стало Известно Как Уже Вот Упомянул Марк Котлярский В то Время Когда Премьер Министр Израиля Бенемин Тиньягу Летел В Нью-Йорк Он туда Отправился Сколькосрочным Визитом Для выступления На Генеральной Ассамблее ООН Тут Надо отметить Что Тиньягу Отправился Выступать В ООН Когда Обстановка Там Для Израиля Была Ну Хуже Не Придумаешь Напомню 18 сентября Генассамблея ООН Одобрила Так называемую Палестинскую Резолюцию Призывающую К санкциям И эмбарго На поставки Оружия Израилю Эту резолюцию Напомню Поддержало 124 Страны Понятно Что Резолюции Генассамблеи ООН Никого Ни к чему Не обязывает Но В Израиле Прискну Предположить Справедливо Опасаются Что Многие Страны Просто формально Используют Появление Этой Резолюции Для того Чтобы ввести Эмбарго На поставки Оружия Израилю И это уже Кстати Произошло Такие эмбарго Ввела Еще до Сразу же После появления Резолюции Англия Ввела Германия Еще ряд Стран Собирается Сделать И так далее И вот сейчас Появилась Вот эта Полупросьба Полутребование Прекратить огонь На 21 день Скажите Пожалуйста Зачем Вообще В этой Ситуации Бенемин Тиньягу Отправился Выступать На Генассамблее ООН Которая Как мы Неоднократно Заявляли Здесь в Израиле Никакого Международного Как бы Результата Не имеет Это выступление Давно Уже Всем циникам Известно Что Выступление Израильских Премьер-министров На Генассамблее Отправлено Направлено Исключительно Для Внутриизраильской Аудитории Так вот Не хуже Ли будет Только От появления На Тиньягу Там На ваш взгляд Ведь ему Придется встречаться Там С теми Самыми Людьми Которым Он Как упомянул Марк Катлярский Из самолета Не ответил На их предложение Но здесь Придется что-то Говорить И им И журналистам Что вы думаете По этому поводу Марк Катлярский Я думаю Ситуация Не совсем Так обстоит Как ты сказал Потому что Во-первых И англичане И немцы Заявили Уже Не о полном Эмбарго А так называемым Частичном Эмбарго Например Глава Британии Премьер-министр Британии Заявил Что Как бы Просто речь Идет о том Что Каждая Поставка Оружия Израиля Будет абсурдаться И утверждаться В отдельном случае А Олаф Шольц То Джей Министр экономики Германии Тоже заявили Что они не вводили Германию Они не вводили Эмбарго На поставку оружия Просто они сократили Некоторые объемы Поставки Скажем Правда резко Сократили Скажем По сравнению С 23-м годом Там падение На десятки процентов И тем не менее Объем поставок Не Тем не менее Поставки Не прекратились Так что это не совсем точно Это первое Второе Значит Я считаю Что Ты прав Безусловно То есть С одной стороны Организация объединенных наций Это давно уже устаревшая Прогибшая структура И кстати Об этом говорил Но существует Оказывается Мы просто не знаем Или не интересуемся Существует Целый проект Реформ Организации объединенных наций О которых упомянул Выступая на заседание Совета безопасности Он Хабьер Милей Президент Аргентины И он Большой сторонник Израиля Кстати Который выступил В его защиту И который тоже Сказал Что пора Давно уже Реформировать ООН Закрыть эту лавочку И на самом деле Создать организацию Которая действовала По другим принципам Он говорит Как может быть Сказал Хабьер Милей Когда Скажем Совет Безопасности По правам человека Входят такие страны Как Венесуэла Как Боливия Как еще раз страны Где сплошь и рядом Нарушаются права человека Они входят на правах Равноправных членов Комитета По правам человека Или то же самое Комиссии По статусу женщины Входят в страны В которых Даже Обнажение Женской кожи Считается преступлением И за это Могут арестовать Не говоря уже Об убийствах Вот такие парадоксы Это с одной стороны С другой стороны Нельзя забывать Что Организация Белевых Наций Это арена Для выступления Это арена В данном случае Я не согласен Что он Нициньягу Едет выступать Для внутреннего потребления Учитывая ситуацию Понимаешь Если бы это было В длинное время Я бы с тобой согласился Да В основном Его выступление Будет рассчитано На внутреннюю аудиторию Чтобы было послушано И сказали Какой он молодец Сейчас ситуация иная Ситуация иная В стране ситуация Крайне напряженная И мне кажется Очень важно было Вот как точно Он выступил Перед Конгрессом В свое время И это имело Колоссальный резонанс Пропагандистский Я думаю Что это выступление Будет точно так же Иметь колоссальный Пропагандистский резонанс И он нам необходим Потому что Теперь он уже касается Ситуации с Ливаном И очень важно Донести Израильскую точку зрения Не до организации Объединенных наций Не до этой гнилой Гнилой шараж Монтаж конторы А до лидеров Тех стран Которые будут Там присутствовать А будут там Присутствовать Лидеры всех стран И дать понять Кроме всего прочего Тем же странам О которых ты говорил Которые Пытаются Загнать Израиль В ловушку Или тому же Ирану Или тем Кому-то еще Что как бы Израиль придерживается Своей твердой Четкой позиции Я так думаю Мы увидим это Буквально завтра После завтра Что это произойдет Вот И добавлю еще один момент Прозвучало В кулуарах Организации Объединенных наций Очень странное Заявление Президента Ирана Вновь избрал Который сказал Что он готов Пойти на мировую С Израилем И сложить оружие В случае Если то же самое Сделают Израиль То есть Такое Подобного рода Заявление От главы Режима Айатол Который Слово Израиль На котором действует Как красная тряпка Услышать это Это уже что-то значит Поэтому мне кажется Что Это очень важный аспект Который нельзя забывать То есть Мы находимся На мой взгляд На пороге Колоссальных Каких-то перемен И Нитиньяку Как прекрасный Барометр Это чувствует И поэтому Он направился На выступление На заседание Причем будет Там всего Один-полтора дня А в субботу вечером Он уже ждет Спасибо Маргарин Значит Просто поскольку В завершение Марк упомянул Выступление Действительно Требующее Обратить на него Внимание Нового Относительно Нового Президента Ирана То я хочу Добавить Что Видимо Оно было Столь значимо Что Министр Иностранных Дел Ирана Вынужден Был его Опровергнуть Хотя Оно реально Оно существует Оно звучит И тем не менее Он опровергает И требует Принятия Внимания Что они Никогда С Израилем Ни в чем Ничего Никогда Не на каких Хотя это все Прозвучало И как с этим Будет дальше Это будет видно Из того Что он услышал Бирать Действительно Это очень Интересно И обращает На себя Внимание Но у нас Другая Тема Поэтому Хотя Хотелось бы Об этом Поговорить Но это Другая Тема Учитывая Что Вот Так Расположил Мой оппонент Свои доводы Я думаю Что Надо сказать О двух Вещах Это О поездке Премьер-министра На генеральную Ассамблею И О роли ООН Если Успею У меня есть Небольшая Лекция Блески И нищете ООН Но у нас Нет на это Времени Вечно Хотя Может быть И несколькими Фразами Мне удастся Сказать Значит По поводу Поездки Виби Я тут Вновь Убедился В пользе И эффективности Радио И тех Кто их слушает Получает Удовлетворение Я услышал По государственному Радио На русском языке Израиля Очень помпезное Сообщение Об отъезде Премьер-министра На генеральную Ассамблею Вот Чтобы он там Выступил Это сообщение Ну сколько оно Длилось Ну я не знаю Порядка минуты Может полутора Трижды Трижды Прерывалось Сообщениями Об обстреле Тех или иных Ну Районов Нашей суверенной Страны Ракетами Хизбалы По-моему Хамаса Трижды Ничего более Характерного Об этой поездке Сказать нельзя Это не Радио Придумывало Это Жизнь Показала Где должен быть Премьер-министр И что он должен Делать в эти дни Вот Так жизнь Распорядилась Смысла В этой поездке Не видит никто Ну может кроме маленького Дело в том что Я вот тут Наблюдаю Когда наш Премьер-министр Говорит что он хочет Уничтожить Хамас Чья государственная Власть до сих пор В смысле Чья Гратарская власть В газе до сих пор Существует Или вызвали Заводчиков Которых Никто не Возволяет Или вот сейчас Поехать там На генеральной Ассамблею Когда он Все это говорит То все это Не имеет Никакого Значения На самом деле Имеет он ввиду Только одно Приобрести Политические очки Новые И Сохранить за собой Свой Пост До следующих Выборов В официальном Порядке Будем надеяться Что у него Это не получится Вот Это единственная Цель Которую он Преследует Ну со свойствами Действительно Способностями И как бы Возможностями Которые Предоставляет Его премьерский Пост Да Действительно Конгрессе Он выставил Блестяще Хотя тоже В первую очередь Была направлена На То чтобы Его услышали Этот блеск Увидели Услышали Избиратели Израиля Это очевидно Что касается Данных Ну Говорят там Что нам нужно Чтобы наши Доводы о Ливане Услышались Те кто хочет Их услышать И понять Давно их Слышат И по нему И ничего Уже никого Убедить Ни в чем Нельзя Те кто не хочет Услышать Убеждение Все исходят Своих интересов По отношению К нашей беде На севере страны И То что там Больше ста тысяч Эвакуированных Вынуждены Ютиться Непонятно где И не могут Вернуться в свои дома Те кто хочет Об этом знать Давно знают Это никого Ни в чем Этим Убедить Нельзя И Надо просто Идти Своей дорогой Независимо от того Что скажет Премьер-министр Больше того Если мы говорим О том Что ну да Ну он Ну какие-то там Встречи Куар Так все встречи Все кто выступил И все С кем можно было Стоять Давно разъехали Байден встречаться Нашим премьер-министром Не собирается И было бы странно Если бы вообще Кто-то встретился С руководителем Правительства Которые ходят Бенбери смотреть Это просто Как бы неприлично Нерукопознатные люди Все это Мог поехать Любой ответственный Человек Есть такие В стране И Выступить Со свойствием Так сказать С тем Что надо сказать Ничего Никакого Смысла в этом нет Премьер-министр Нужен сегодня в стране Которая вот На пороге Страшных боевых действий Ну он поехал Провести уикенд В Соединенных Штатах Я не знаю Там ли сейчас Вдали от фронта Его сын Яиль Или вернулся Но Если он там То это была бы Неплохая семейная встреча Это Все что я могу сказать О смысле Этой поездки У нас уже не остается Времени на Ну Вообще не остается Времени на Ну тогда К сожалению нет С удовольствием Поговорю Да Мы вернемся еще К этому вопросу Тем более что Есть отдельная тема Про ООН Вполне возможно Мы ее обсудим Коллеги Спасибо за этот разговор Напомню что В нем принимали участие Израильские журналисты Марк Котлярский И Марк Горин Спасибо И всего доброго Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому